Всем привет! Меня зовут Виталий, и это видео для канала Строя Живы, для конкурса. Позади меня наш дом, который мы строим самостоятельно, строю я и мой друг. И иногда нам помогает еще моя жена. Дом выполнен по классической каркасной технологии, с ригелями, двойными стойками и прочим-прочим. Дом разноуровневый, одна часть у нас одноэтажная, вторая двухэтажная, крыша плоская, уклон примерно градус, один градус. Сейчас мы находимся на этапе обшивки дома ОСБ и монтажа кровли. Сейчас на одной половине дома уже сделан уклон, сейчас мы ждем монтажников для наплавляемой кровли. Дом у нас стоит на утепленной шведской плите, заливали мы ее тоже сами. Первый раз в жизни видели вообще бетон. Ну, вроде получилось хорошо, но все равно пришлось сделать еще черновую стяжку по маякам. Стены у нас установлены на лежне, он пропитан биозащитой, вот зелененькая доска. И закреплены сами стены на глухари, на глухари и на гвозди. Стены у нас собраны сразу же с укосинами и тут же обшиты ОСБшкой. ОСБ у нас 9 миллиметров, дом двухэтажный, шаг стоек там 585 миллиметров, поэтому было решено делать и то и то, потому что ОСБшка 12 миллиметров просто дороже. Было проще сделать укосины. Смонтирована она по правилам, то есть разбежкой швов, сдвиг на половину листа. То есть, соответственно, листы у нас в одном месте 4 листа не стыкуются. Вот конструкция окна, то есть сдвоенные стойки по бокам, сверху два ригеля 150 на 40. Вообще весь каркас собран из доски 150 на 40, она сухая, дополнительно ее никак не обрабатывали. Внутренние перегородки сделаны из доски 100 на 40, она строганная. Также все перегородки практически, ну практически все перегородки несущие, поэтому там шаг стоек 40 сантиметров. Точно так же везде врезаны укосины. Давай вот с этим. Узел примыкания. Стены друг к другу выполнены по такому коробу, то есть две доски 150 на 40 и между ними 100 на 40 досках. Этот угол цепляется потом, соответственно, перед зашивкой. В общем, все сделано по книжке. Также поподробнее хочу рассказать про это помещение. Оно на 6,5 на 6,5. Это здесь гостиная и кухня. Перекрыть такие пролеты можно было только фермами, либо, например, бревном. Но это дорого и долго, поэтому мы вышли как из положения. Мы сделали один большой ригель, он стоит посередине помещения. Вот здесь вот его подпирают 4 стойки с одной стороны и с другой стороны также 4 стойки. Сам ригель собран из 6 досок 200 на 50, то есть мы брали две доски, устанавливали их друг на друга на торец, получалось в сумме 400. Потом прослойку из ОСБ и вот так они чередуются. В сумме получилось примерно 400 на 200 балка. По нагрузкам примерно просчитали. Ну, вроде как проходит, будем наблюдать. Здесь нарощено перекрытие с помощью бруска, подшитой пока что ветрозащитой для того, чтобы держать утеплитель. И сделана обрешетка. Утеплитель здесь эковата. Ну, суммарная толщина, то есть по балке получилось 400. Также, таким же образом, утеплено эковатой межэтажное перекрытие и кровля на втором этаже тоже 400 мм. В стенах у нас будет обычная минеральная вата между самих стоек 150 мм и по наружной части дополнительное контур утепления еще 50. Ну, для нашего региона 200 мм утепления это, ну, нормально. Перекрытие выполнено тоже из доски 50 на 200. Так как все перегородки несущие, ну, практически все перегородки несущие, то здесь максимальные пролеты по 3,5 метра было перекрыть несложно. Зашито это все дело фанерой 18 мм, точно так же с разбежкой швов. Вот здесь это можно понаблюдать. Закреплено на обычные черные саморезы. Ну, само собой, когда монтировали перекрытие, сделали бриджинги под шаг фанеры, ну, походили, вроде, достаточно крепко получилось. Вот здесь можно посмотреть, как на втором этаже выполнено утепление, то есть нарощено точно так же брусками и закрытой ветрозащитой, и обрешеткой из дюймовки. Сверху мы все это засыпали эколатой. Сейчас мы находимся на крыше одноэтажной части. Здесь хотелось бы рассказать подробнее. Уклон образован здесь с помощью обычной доски, точно такой же 150 на 40, как и каркас сделан, но только она обрезана по диагонали. То есть мы просто брали доску, размечали диагональ и отпилили, грубо говоря, две лаги уклона. Они расставлены шагом под фанеру в поперек лаг перекрытия. И потом сверху уложена уже фанера точно так же 18 мм. Установлены парапеты. Их сними тоже. Установлены парапеты. Будет выполнено. Перила здесь по высоте такой же примерно, как и эта часть. И сейчас, как я говорил, мы ждем экзажников, которые нам все это покроют на полагаемой экологией. Со вторым этажом мы пока что остановились на этапе утепления. То есть сейчас крыша утеплена, закрыта ветрозащитой сверху. По точно такой же схеме потом установлены будут лаги уклона, только уже в две стороны. Здесь она установлена в одну сторону. И там уже, ну, уже решим, может быть, будет ПВХ мембрана, так как здесь кровля все-таки будет эксплуатируемая, там нет. Мы уже решим, какой материал будем использовать. С этой стороны, тоже сними, с этой стороны точно так же будет смонтирован парапет, но пока это рано делать. Сначала нужно дождаться, когда приедут монтажники, иначе здесь просто все заметет снегом. Все-таки мы на Урале живем, у нас погода очень непредсказуемая. В общем, вот такой вот у нас дом. Такой инструмент мы использовали. Это самый дешевый, самый простой речный нейлер. Он, конечно, очень сильно помогал. В некоторых моментах мы пользовались молотком очень часто, просто потому, что нейлер отказывался работать в нашей минус 30 градусах. Пришлось его даже обмотать греющим кабелем и как-то управлять, чтобы он работает. Но в основном, конечно, пользовались им. И инструменты еще циркулярка. Просто хорошая, качественная циркулярка, это очень важно. Ну и в общем-то, все, наверное, больше никаким таким специальным инструментом мы не пользовались. Все, спасибо, что посмотрели это видео. Мы будем продолжать строить. Надеемся на вашу поддержку. Все, пока. Продолжение следует...